Губернатор округа Игорь Кошин провел встречу с участниками праймери с «Единой России». По оценкам экспертов, предварительное голосование в Ненецком округе сопровождалось сильной конкурентной борьбой. Теперь пришло время объединить усилия вокруг единого кандидата от партии. Предварительное голосование «Единой России» прошло 22 мая. По всей стране было организовано около 20 тысяч избирательных участков, из них 12 в Ненецком округе. В конкурентной борьбе за место победителя в нашем регионе боролись 7 кандидатов. Победителем по итогам праймерис признан Сергей Коткин. Для меня лично, несмотря на то, что уже кое-какое есть опыт и политический, и хозяйственный, но для меня это была очень серьезная школа, очень серьезный урок, особенно наши дебаты, абсолютно новые тоже для нас. Жаль, что было, к сожалению, не хотелось бы, чтобы было побольше у нас жителей, участвовав в праймерисе. Но еще раз подчеркну, что дело новое, первые шаги мы делали, пока не очень уверены. Я думаю, что со временем мы это все наладим, эту работу. Эффективность публичных дебатов, позволяющих кандидатам уйти от монологов и раскрыться в общении, отметили все кандидаты. Встречи с избирателями были настолько продуктивными, отметил Сергей Коткин, что даже заставили скорректировать его предвыборную программу. Несмотря на активную позицию по высказыванию предложений кандидатам, явка на праймерис составила всего 7% от общего числа избирателей Ненецкого округа. В абсолютных цифрах это более 2 тысяч человек. 7% я считаю, это очень для участия. Потом, по крайней мере, по своему опыту, то, что говорил с людьми, как раз средний класс, он выходит из этих 7%. То есть, как раз люди, которые обладают и грамотностью, и образованием, и все остальное, они менее активны. Это плохо, потому что средний класс – это основа. Кроме того, заметил, что люди, конечно, по поводу политической грамотности, ее развития, людей волнует всегда наболевшие вопросы, которые есть. Личные, наболевшие. Это понятно, это правильно. Но когда речь идет о таких мероприятиях, здесь, конечно, мы говорим уже о более высоком уровне, то есть уровне страны. И люди должны понимать это и должны достаточно грамотно осознавать, что происходит, как и происходить. Привлечь население региона к участию в жизни округа поможет народный контроль. Это электронная платформа, где жители региона смогут высказывать пожелания и предложения по конкретным проблемам и получать официальную реакцию ответственных лиц. Такой механизм уже отработан в некоторых регионах страны, например, в Башкирии и Пензе. Глава региона Игорь Кошин поддержал идею. Участники встречи договорились о том, что сформирует общий список предложений от кандидатов, которые Сергей Коткин передаст главе региона. На мой взгляд, самое важное, что мы прошли через все эти процедуры и сохранили добрые человеческие отношения. Сегодня нас ждет, на самом деле, новая реальность. Новая реальность, новая, обновленная «Единая Россия» после праймериза и новой экономической ситуации. И сегодня очень важно, чтобы мы сохранили этот позитивный настрой и, сплотившись, провели на очень высоком уровне саму избирательную кампанию. Избирательная кампания по выборам депутатов Госдумы стартует сразу после подписания соответствующего указа президентам. Сами выборы, напомню, состоятся 18 сентября 2016 года. Мария Владимирова, Вадим Стасюк, Телеканал Север.